дорогие друзья мы находимся на базе отдыха байкузина где уже в эту субботу будем праздновать день рождения 21 день рождения компании mark как вы видите нас окружает прекрасная природа здесь волнуются волны небольшого пруда это ирмолаев ирмолаев не волнуется совершенно спокойно как мы видим вы видите здесь катамараны беседки ты уж это совсем то спиной не говори зеленую разнообразную зеленую траву то есть как вы понимаете мы собираемся провести этот вечер прекрасный на природе в одном из самых чудеснейших мест нашего родного края сюда же приют разнообразные музыканты как мы уже об этом говорили здесь они тоже соответственно будут между берез создавать свои звуковые спирали которые будут обволакивать все существующее пространство сцена находится в другой стороне мы покажем вам ее позже пока нужно сказать что здесь красиво здесь куча домиков очень много птиц которые поют вы видите шмеля о чем о чем мне рассказать еще а слушай расскажи самое интересное то есть когда люди сюда могут приехать да как они могут приехать как они отсюда могут уехать и человек здесь ожидают то есть будут ли их тут кормить мангала я видел да но кого будут уксусом поливать как бы не очевидно основная программа будет начинаться точно четко понимать что музыку послушать да но как бы программа для гостей фестиваля то есть это будет как бы фестиваль да то есть помимо нашего корпоратива музыкантов вообще сколько кстати будет по-моему порядка 20 насколько помню около 20 различных музыкантов играющих в разнообразных жанрах в основном это сильно то есть принципе колбаса будет проходить до утра в принципе 19 числа желающие могут остаться и с утра они тоже в общем что касается транспорта будут микроавтобусы значит запущены они будут примерно с 6 до 7 часов отходить я думаю от собора александра невского микроавтобусы для публики и в течение этих двух часов можно в любой момент подходить и ждать очередной микроавтобус потому что он будет курсировать между городом и байкузина проезд будет стоить 80 рублей вот и обратно соответственно будут возвращать с утра я думаю что часов с 9 и потом еще после обеда потому что я понимаю что здесь захочется остаться многим как бы продолжать тут слоняться кормить кормить здесь безусловно будут одна наша дружественная китеринговая компания значит заварит значит кипяточка будет обмакивать туда пельмени и всячески их варить я не знаю что там еще будет что в меню я честно говоря я не уточнял меню это главное я считаю люди будут короче почему мне кажется что ответственному любителю электронной музыки достаточно знать того что поэтому хампер сбудет как colleague there it и добули уже короткая идея морочей importedad프 компания привезет кblemотfigURE можно будет купить как бы там пельмени разные ну что такое быстрого приготовления также везите еду с собой разнообразной шашлыки тут есть мангалы есть кухонь ков который можно приготовить еду самостоятельно там есть газ так что голодными никто не останется видите алкоголь собой также какую будет будет продаваться пиво но нежелательно нежелательно надеваться в то что я все культурные люди И у нас эко-фестиваль, поэтому предпочтительно, если вы будете пить чай в нашей сверхчайной сфере. Там чай будет бесплатным для публики. В общем, что касается Байкузина. То, что вы видите перед собой, это катамараны и пляж. То есть здесь можно будет купаться, если у вас есть такое желание. Катамаранчики и лодочки стоят будут 150 рублей в час. По желанию, я понимаю, что это очень прикольно, когда тут фигачит звук плавать по этому озеру, наслаждаться природой. Это пруд. Ну, пруд. Далее, ну, тут вы можете посмотреть просто панораму замечательной этой базы отдыха. Как видите, здесь есть прекрасные навесы, за которые можно сидеть, пить, есть, стучать на барабанах. Это группа поддержки. Это группа поддержки. То там будет, я уверен, на мероприятии будет много классных девчонок. Они, кстати, тоже будут. Здесь мы видим сцену. Это наша сцена. Собственно, здесь будет происходить основное мероприятие. Значит, на сцену взгромоздятся разного рода музыканты. И будут посылать вибрации. Это все, что мы видим перед собой. Это танцпол. Он ограничен домиками. Я пока вижу качели, ты понимаешь? Качели, качели. Но танцполе это необходимо. Ты знаешь, как классно войти в ритм и раскачиваться туда-сюда. Главное, чтобы не было жертв при этом. Жертв не будет ни в коем случае. Здесь будет растянут тент. Естественно, все это будет мощным образом задекорировано. То есть, эту площадку, в принципе, будет не узнать. В хорошем смысле. Ну, а все остальное пространство предназначено просто для спокойного отдыха на природе. В районе волейбольной площадки, я не знаю, видно ее или нет. Видно волейбольную площадку? Хороший настроение, конечно. А все остальное найдется. Также, кстати, в сфере можно будет, я думаю, поспать в спальнике, например, если кто-то не хочет брать с собой палатку или там как-то бронировать домик, потому что домиков-то не очень много. В сфере можно будет, я думаю, найти себе уголок. Расскажи про домики. Домики здесь есть, как вы видите. Тут всего около 60 мест. Я думаю, что в свободной продаже будет мест, наверное, 50, может быть. Поэтому спешите бронировать. Домики есть разные, есть двухместные, есть трехместные. Короче, по желанию можно будет здесь расположиться. Цена будет примерно от 300 рублей до 500 за место. За место, а не за домик? Не за домик, да, за место. То есть об этом надо подумать заранее. Желающие могут взять с собой палатки. Там есть прекрасная площадка, где можно спокойно расположиться. Вот. То есть ездить жить. Но я думаю, что не все будут хотеть спать в эту ночь. Ну вот сцена у нас как-то в тени. Сейчас она, говорю, еще раз не подготовлена. То есть будет все тут развернуто. Но да, здесь же, я так понимаю, будут стоять столы вот с той едой, про которую мы говорили. Ну, они будут стоять в отдалении, чтобы не мешать танцполу где-то там. Да, то есть здесь спокойно можно будет потусоваться. Так что вот. Ну, что же. Наверное, будем на этом закругляться. Приезжайте, потому что такого события в истории Ижевской еще, наверное, не было. Чтобы приезжали реальные европейские модные музыканты. Здесь у вас будут ждать вот такие кибер-клещи. Да, у нас еще будет штук 50 подарочных майк с кибер-клещом. А, даже так еще будут подарки. Ну да. И немаловажная вещь, так как у нас перед этим здесь будет корпоратив компании, я открою вам тайну, то вы здесь можете увидеть большинство сотрудников компании. И лично высказать им свои, ну, благодарности. Спасибо, большое спасибо этим людям, которые делают для вас этот замечательный интернет. Спасибо, пока. Пока. Все, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok